Напомним, 14 июня на пешеходном переходе на Клистовке водитель автомобиля ВАЗ-2105 сбил 9-летнюю девочку и 8-летнего мальчика. Детей после столкновения незамедлительно отправили в больницу. У девочки была диагностирована легкая черепно-мозговая травма и перелом голени. А вот 8-летний малыш отправился в реанимацию. У ребенка закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга. Ребенок находится сейчас на искусственной вентиляции легкой. Кроме того, у него еще есть перелом бедра. И, соответственно, травматический шок. Ребенок пока в тяжелом состоянии. Детям проводятся все мероприятия, которые необходимы при данных травмах. Получают они полностью лечение, которое необходимо для этого. К счастью, все обошлось. И уже сейчас ребенок почти здоров. Пока детей возвращали к нормальной жизни, полиция проводила проверку в отношении виновника ДТП – 19-летнего молодого человека. Во время расследования выяснилось, что на момент аварии мужчина был в наркотическом опьянении. А до этого он не раз привлекался к административной ответственности. И вот над молодым человеком состоялся суд. За данное преступление гражданину было назначено наказание в виде лишения свободы на 2 года 6 месяцев. Лишение права заниматься деятельностью, связанным с управлением транспортным средством, было назначено сроком на 3 года. Судебное решение уже вступило в законную силу. Сотрудники ГИБДД напоминают – будьте внимательны на дорогах и соблюдайте правила дорожного движения. Евгения Константинова, Максим Перелыгин, телекомпания «Соль-ТВ».